Роуч Кайзер Катлери Не совсем прямого использования ножа, но все-таки пусть будет Особенно у нас здесь мудрить нечего Вот у нас автомобильный ремень безопасности под прямым углом Вот сразу и что я пригодился Вот я взял максимально близко и у меня максимально большое Зацепился, я как раз таки думаю что такое, так же не бывает Зацепился за вот здесь вот за край чойла ремень Я так с усилием его, ну вот другое дело Другое дело, под прямым углом совершенно спокойно перерезает Надо просто было именно на РК его полностью приспособить Вот пожалуйста, хоп То есть под каким-то углом, именно когда под углом То там даже разговоров никаких не будет Это делается буквально мгновенно, но с учетом того, что он перерезает его под прямым углом Ну вот таким вот образом делается Буквально чуть-чуть изменить, если направление режущей кромки В общем все очень красиво с этой точки зрения Давайте строгать У нас здоровенная бревнуха Но надо признаться, она довольно мягкая То есть здесь какой-то твердости нет И рядом колышек, который действительно, вот он действительно твердый Поэтому сейчас мы сперва Замутим такую просто красоту Вот так не могу сказать, что прям удобно, при удобном мне руке Почему? Потому что Если я держу далеко Вот если я держу вот таким вот хватом У меня палец вот здесь указательный То у меня получается идет Начинает крутить нож А если я ставлю Как вы знаете, я всегда складные ножи голой рукой Тестирую для того, чтобы понять, что там будет с удобством рукояти Так вот, если я ставлю палец в чойл То у меня тогда рука просто цепляет сам Именно саму деревяшку Палец цепляет Ну вот Я могу сказать, что Я-то ожидал, что будет что-то другое Почему? Потому что, что будет прям мягко-примягко Потому что я именно Это бревнышко Может быть, наверное, в другом месте Просто в более сухом месте Но я его перерезал ножом Рексбо Совсем маленьким ножом Здесь же я вижу Мне прям приходится поработать Скорее всего То место, где я Рексбо работал Вот оно все же было Помягче То есть я сейчас могу, конечно Очень круто добавить Бонусов Ножу Рексбо Сказав Опа, смотрите Тот малыш там справился И так далее Нет, по факту Та же самая Деревяха Но Там, где я строгал Рексбо Там Явно такой уже был Ну Скорее всего Я умный Я понял Короче говоря Эта хрень Она Росла себе Росла, но она была сверху сломана И потом она в конце концов упала Так вот здесь Еще у нас Свежая древесина А там, где я строгал Рексбо Она все-таки Немножечко Но Уже успела Стать Такой Помягче Потому что вот Причем При том, что я понимаю Что такое Кайзеровская Тридцать пятка Я не могу сказать Что мне сейчас Прям легко Прилегко Даже могу сказать Что мне нифига Нелегко Плюс Довольно Серьезно Давит На Руку Вот эта грань Вот эта грань Она прям Действительно Вот здесь я могу сказать Точно Опять же Если сравнивать С Рексбо Который только что У меня был в руках У того При всей мизерности Рукояти По сравнению Вот с этой Номинала Гораздо мне меньше Это да Ну Опять же Сравнивать Не совсем Корректно Ну В общем Вот так вот Я и оставлю Потому что Слушайте Не вижу дальше Смысла Это конечно Можно сделать Там за Какое-то Определенное Время Ценой Каких-то там Определенных Мучений Ну давайте Застрогаем Колочек Который По крайней мере Легко Держать В руках Ну Здесь конечно Как только Вот у меня Небольшая Деревяшка В руках Появилась Безусловно Стало легче Почему Потому что Ну Удобнее Меньше Стало давить На руку Но Все равно Рукоять Конечно Сука Вот это место Оно прям Реально Чувствуется Зацените Оно прям Реально Чувствуется Я понимаю Что я сейчас У меня рука Прям Испытывает Некоторые Нагрузки Ну Совсем Немножко Я Не то чтобы Разочарован Знаете Ребят Сталь Тридцать пятка И удобности И удобности С точки зрения Каких-то там Размахиваний Для работы Для работы по дереву Она Безусловно Не так Удобна Как Ну С виду Кажется Но С другой стороны Я сам себе Возражу В том плане Что Ну Складной нож В принципе Не под эту работу Нож Очень Острый Чувствуется Что заточка Все нормально Но конечно Я прям реально Познал Осознал Я не знаю Видно нет Вот То есть Вся ладонь Она Не то чтобы убита Но действительно Работала Вот такой вот У нас получился Красивый карандашик Ну Вот Делайте выводы На самом деле Ножик Не перестает Мне нравится Своим внешним видом Тараканчик Все дела Туда сюда Но именно При грубой работе Я конечно Почувствовал Ну Опять же Не было возможности Здесь вот у меня Уже Убитый Мячик Уже зарезанный Не было возможности Какие то делать Вот такие вот Телодвижения Для того Чтобы именно Его какие то Кпыральные свойства Обозначить Блин На самом деле На самом деле Чувствуется что Бритва И при этом Вот это место Вот это место Просто убийство Для ладони Вот именно Это место То есть Все же Вот Родной Хват Вот он Таким вот Таким вот образом Вот он и есть И если мне не изменяет память Я по-моему Забыл показать его Как он сидит на кармане Вот так Ребят Этот таракашек Сидит на кармане Вот таким вот образом Он смотрится Все Спасибо за просмотр Всего доброго Больше добавить Нечего Конечно Рукоять Не Квинтэссенция Удобства И комфорта Для ладони Увидимся Продолжение следует...